всем привет друзья на связи как всегда команда mma bets меня зовут роман как всегда со мной андрей здорово андрюх здорово ну собственно и все 226 номерной турнир все коэффициенты уже есть карт известен поэтому мы начинаем первый бой ранние прилимы здесь у нас женский бой джейми мойли эмили white маяр ну white маяр я думаю кто вообще следит там за тафу могли ее помнить по тафу выступила она там ну скажем так с переменным успехом выиграла один бой за 40 секунд с обмишеном но затем роксан модафри проиграла тк о в юси тем не менее и дали шанс против джиллиан робертсон где она опять же проиграла с обмишеном но тем не менее вот ей дают еще один шанс в юси против джейми мойл ну и что касается джейми мойл ну не самый может быть опять же выразительный какой и у ее соперницы рекорд 4 2 но тем не менее это и 29 лет а также сейчас да и до 20 лет она также пришла через став но чуть раньше и также там один бой проиграл один бой выиграла в юси первый свой бой также выиграла но билась она скейлин куран а как бы кейлер кейлин куран ну мы знаем примерно до что из себя представляет вот поэтому в любом случае особо в активе наверно нельзя записать но тем не менее победа в юси у нее уже есть крайне свой бой она проиграла вивиан перейра единогласным решением и вот сейчас после того как она год не выступала собственно такой у нее был простой и дают эмили вайт маяр и коэффициент у нас следующие на джейми молли ну как мне кажется относительно предсказуемо 1 32 хотя достаточно такой низкий коэффициент вайт маяр 355 андрюк что думаешь по бою да мне кажется то что этот бой в принципе особо нашего внимания не заслуживает поскольку для такого карты могли бы подобрать даже на задорке при лима бы поинтереснее в целом конечно мне кажется то что вайт маяр решили сбагрить с промоушена вот и все и ничего более потому что мой ладно хоть и выглядит такой не слишком технично и не особо выразительной внешне я не знаю она вообще на бойца не похожа скорее на продавщицу чебуреками но при этом она достаточно духовитая у нее относительно неплохая стойка и выносливость ну и в принципе она уже протестирована достаточно неплохими бойцами с которыми может быть и не всегда одерживала победу но при этом смотрелось достаточно неплохо так что я думаю что в данном случае коэффициент плюс-минус по делу и двигаемся дальше да согласен я тоже считаю что более менее коэффициенты по делу да и в принципе ну ты прав реально это далеко не самый интересный бой карты следующий у нас бой лэнда ваната дракар к лозы ну по моему мнению вот этот бой действительно поинтереснее будет намного ну что опять же можно сказать лэнда ваната да ну как бы мы знаем достаточно так интересно стартовал в юси там на коротком уведомлении с тони фергусоном и хоть и проиграл но тем не менее этого бойца заметили затем просто зрелищнейшим образом прошел джона магдесси с вертушки тому нокаутировал но затем вот будучи фаворитом проиграл дэвиду теймуру и в крайнем бою опять же будучи фаворитом отбился в сплит в ничью с бобби грином ну вот вот такие вот такие у него дела последнее время дракар к лозы опять же в юси пришел с небитым рекордом выиграл ну достаточно слабого прямо скажем бойца в дебюте дэвина паула вообще спокойно и уверенно затем сразился с марком диокиси и будучи андердогом сумел обсетнуть выиграл сплитом но в крайнем бою отлетел ну не отлетел скажем проиграл решением дэвиду теймуру тому же и собственно вот сейчас встречаются такие две жертвы дэвида теймура и здесь у нас коэффициенты следующий ванат идет фаворитом 161 дракар к лозы 245 ну примерно мы знаем да что если эти бойцы представляют поэтому что думаешь здесь вообще по делу коэффициенту такие на самом деле у лэнда ванат и скажем так практически нечерпаемый потенциал и боец этот еще очень молод и при всем при этом у него уже были такие войны которые он закатывал это просто безумие почти каждый его бой это однозначно либо выступление вечера либо бой вечера и я думаю этот бой не оставит тоже никаких шансов на претендента на номинацию бы вечера потому что дракар клоуза предпочитает вести такой прессингующий бой он предпочитает оказывать давление на своего оппонента и лэнда ванат как правило ни в чем не отказывает здесь своим оппонентом и точно также отвечает ударами прекрасно поддерживает высокий темп но к сожалению не отличается хорошим кардио но я думаю то что в таком зале как дженсен винкс он в принципе достаточно неплохо освоился уже и я думаю то что над его кардио тоже поработали и в целом хочется пожелать ему удачи здесь и я думаю то что этот бы он сможет выиграть и достаточно уверенным решением если конечно не будет вязываться уж в совсем откровенные рубки и застаиваться у сетки у клоуза есть конечно возможность попытаться засушить бой и связать его но для ваната здесь я думаю есть смысл все-таки пытаться проваливать своего оппонента и наносить ударов больше чем получать вот и все ну то есть ты полагаешь что здесь ваната скорее всего я думаю что все-таки да потому что мне нравится также дракар но более скажем так заурядный боец у него нет особо никаких ключей которые он может показать скажем так козыри в рукаве а у ваната мне кажется еще потенциал достаточно не раскрытый и ему есть чем удивлять так что я думаю все-таки выиграет ну я от от себя как бы я я скорее клоуза из честно склоняюсь за счет как ты сказал его прессингующего стиля и с точки зрения ставок ну лично для меня он чуть более интересен хотя но с точки зрения от интереса это прям реально будет посмотреть на что я думаю ну чё-то пойдем дальше да